Дано здание службы судебных приставов в актовом зале которого произошел пожар. 10 единиц пожарной техники, 44 человека личного состава. Найти оптимальное время для эвакуации работников службы. Ежедневно здесь находится до 500 человек. И потушить возгорание на площади более 100 квадратных метров. Погода спасателям не благоволит, а только усложняет задачу. Сейчас температура порядка 25 градусов. Замерзание воды в рукавных линиях. Для сотрудников просто обмерзание личного состава. Работа будет в помещении вестись, там достаточно тепло будет. Техника подъехала к главному входу в здание. Там же был развернут и штаб пожаротушения. За действиями спасателей пристально наблюдали все эвакуированные сотрудники службы судебных приставов. 120-й, 116-й. Ну, принесу, 21-й. Ты задачу получил от РТБ? Да, получил. Винобезли, составленный день, прожарим 5-й. По первоначальному замыслу из окна пятого этажа спасатели должны были извлекать условно пострадавшего. Но пожарные пожалели статистов. На улице действительно холодно. Здание относится к первому типу огнестойкости. Это не самая сложная категория. Помещение достаточно современное. То есть тут нет деревянных перегородок, деревянных полов. Все сделано, как говорится, из кирпича и бетона. Нет каких-то запутанных проходов. То есть достаточно современное помещение. В холодное время года, рассказывают пожарные, количество ЧП увеличивается. Люди стараются обогреть помещение и зачастую не соблюдают элементарных требований пожарной безопасности. Еще одна задача подобных учений – показать людям, что с огнем шутки плохи. Мария Смирнова, Денис Денизов, РТВ Иваново.